Песня Года Песня «Близкие люди» Песня Года 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 что в прошлом году вновь сошлись Брэд Питт и Анжелина Джоли. Да это что, правда? Что произошло? Они поняли, что существ, их виды на земле больше не существует? Или они поняли, что после друг друга с кем не встречайся, все равно скажут, что покатились по наклонной? Ты знаешь, просто иногда люди понимают, что они созданы друг для друга. Вот по слухам они говорят, что случайно встретились на вечеринке общих друзей и бросились друг другу в объятия. Ну вот. Да, хороший пример для многих. А на нашей сцене не менее замечательный дуэт. Музыка Гиги Квитенадзе, слова Инны Рахманиной. На сцене Николай Басков и Алина Август с песней «Ждать тебя». Встречайте! Наш следующий исполнитель очень молод и очень популярен в сети. Только у его последнего клипа 10 миллионов просмотров в интернете. Представляешь? Сережа, не все наши зрители сидят в интернете. Объясни, что это значит. О, дремучий лес. Представь, если наш следующий исполнитель спел бы свою песню 10 миллионов раз, у него это заняло бы 82 года. Представляешь? Впечатляет. Ну, давайте ему пожелаем такой же длинной карьеры. Музыка и слова Кирилла Павлова «Океанами стали» поет Алексеев. Сережа. Да. Скажи, а ты слышал, что процент по ипотеке снижается и все больше и больше молодых семей обзаводится квартирами? Так. Тебе какой-то банк приплачивает за рекламу, я не понимаю. Ну, давай, тогда озвучивай до конца. Сколько документов, какая ставка? Давай, давай, давай. Сережа, ставка, Сережа, это семейное счастье. У каждой любви должен быть свой дом. Да, а как же с любимым и рай в шалаше? Слушай, я и не спорю, просто лучше платить за свой шалаш меньше 10% в год. Короче, я желаю всем семьям, у которых пока нет дома, в этом году его обрести. А я желаю всем семьям с ипотекой закрыть ее уже к следующей песне года. Молодец. Музыка Виктории Кахана, стихи Михаила Гуцериева, сердце, дом для любви. На сцене и балет Аллы Духовой Тодес и Таисия Павали. Помните, как раньше собирались у радиоприемников целыми семьями, чтобы послушать любимые песни? Радио «Дача» и сегодня дарит нам атмосферу радости и семейного уюта. Хорошо там, где есть радио «Дача». Музыка Александра Добронравова, слова Симона Асяшвили. Филипп Киркоров с песней «На небе». Сережа, вот скажи мне, пожалуйста, а как ты думаешь, кому посвящена наша следующая песня? Она называется «Не верю». И я не думаю, я точно знаю, Лера. Она посвящена Константину Сергеевичу Станиславскому, которому принадлежит эта фраза «Не верю». Серьезно? Да. А в песне вроде нет вообще ничего про Станиславского. Ну, одно буду знать, хорошо. Поверила, поверила. Значит, по Станиславскому я хороший актер. Чфу ты, я теперь вообще тебе никогда верить не буду. И так-то не верила сейчас вообще. Тогда запоминай слова этой песни. Слова и музыка Татьяны Лепницкой «Не верю». На сцене Юлиана Караулова. Сереж, подскажи мне, пожалуйста, от лица всех мужчин, вот все вот эти вот ваши песни, вот о любви, ну вот, они кому обычно посвящены? Ой, слушай, Лера, ну сложно сказать, но обычно, честно говоря, никому-то конкретно. Такой абстрактной девушке. Вот. Все вы, молодые певцы, пудрите на гастролях фанаткам головы, понимаешь? Вот, например, уверенные в своем будущем мужчины не боятся сжечь вот эти вот мальчишеские мосты и прямо посвятить песню своей единственной любимой женщине – жене. Ой, как скучно. Ну, зато умно. По крайней мере, борщ дома точно будет в четыре раза вкуснее. Да, а еще жена будет спокойно отпускать на гастроли. Музыка и слова Дениса Майданова. Жена. На сцене Денис Майданов и Сергей Трофимов. Сережа, а вот напомни, какое у тебя любимое время года? Лето. Ну, потому что я могу позагорать на пляже и, так сказать, поиграть мышцами. Ладно, проехали. А дальше следующее у тебя какое любимое время года? Ну, зима. Потому что можно набрать вес и под зимними одеждами это будет незаметно. Опять не то. Ладно, после зимы у тебя какое любимое время года? Ну, весна. Потому что девушки надевают короткие юбки и у меня есть стимул сгонять лишние килограммчики. Да что ж такое-то. А следующее любимое время года у тебя какое? А ты угадай, какое осталось. Ну, осень, естественно, Лер. Как здорово совпало. Потому что следующая песня у нас как раз, Сережа, про осень. Музыка Виктории Кахана и Александра Соколова. Стихи Михаила Гуцериева. Осень под ногами на подошве. Поет Наташа Королева. Ах, закрутила. Сережа, а ты в курсе, что мы с тобой уже 10 лет ведем фестиваль «Песню года»? Да ты что? У нас юбилей тоже сегодня? Да. Батюшки мои. Лер, я тебе по этому поводу приготовил подарок. Что, Сереж, книжку? Песню Валерия Леонтьева. Да? Но вообще-то это не ты, а он подготовил, Сереж. Ну, я знаю. Просто он в этом году отмечает 45-летие творческой деятельности. И он своим примером показывает, что надо спокойнее относиться к таким датам. Настоящие артисты не считают года, проведенные на сцене. Тем более, когда они выходят на эту сцену всегда с большой радостью и остаются навсегда. Убедил, Сереж, но подарок все равно за тобой. Ну, хорошо. Музыка Андрея Косинского. Слова Ольги Куланиной. Ветер скрипач. На сцене «Песни года» Валерий Леонтьев. Главный музыкальный фестиваль страны движется дальше. Песня «Года» набирает обороты. Музыка и слова Елены Темниковой. Вдох. Поет Елена Темникова. Ну, а мы продолжаем наш двухдневный марафон. Песни «Года». Музыка Максима Покровского. Стихи Михаила Гуцериева. «У меня есть только ты». На сцене «Песни года» балет Аллы Духовой «Тодес» и «Натали». Музыка Виктории Кахана и Алексея Романова. Стихи Михаила Гуцериева. «Не просто любовь». На сцене Анна Семенович. Разные мы юбилеи отмечали на нашем фестивале, но такого еще не было. Песни «Челита», которая сейчас прозвучит, в минувшем году исполнилась, вдумайтесь, 135 лет. Написана она была в далекой Мексике, но в нашей стране она приобрела сумасшедшую популярность в середине прошлого века, после того, как ее русскоязычную версию исполнила великая Клавдия Шульженко. Музыка Кирина Мендеса-Кортеса и Моисея Феркельмана. Слова Наума Лобковского. «Челита» на сцене Александр Серов. Ну а мы продолжаем фестиваль «Песни года». Лучшие песни 2017 года и только лучшие исполнители страны. Музыка и слова Дианы Арбениной. «Разбуди меня». На сцене Диана Арбенина. Сейчас на эту сцену выйдут артисты, которые разделяют поколения, но объединяют талант и наш фестиваль. Музыка Владимира Бородина. Слова Николая Бирюкова. «Улетело лето». На сцене молодая певица Диана Ди и мэтр Лев Лещенко. Музыка Татьяны Рогозиной и Валерии Лисовской. Слова Татьяны Рогозиной. «Тепло от любви». На сцене... Серёж, скажи, пожалуйста, а почему ты вернулся к песням на русском языке? В рамках программы импортозамещения. А, да? То есть это никак не связано с тем, что твоя аудитория переключилась на более молодых артистов, да? Нет, нисколько. Подожди, стоп. На каких поле молодых артистов? Ну, например, группа M-Band. А, эти? Нет, мы с ними договорились. Мы договорились, что они поют для девочек, а я всё-таки уже для девушек пою. Ах, в этом смысле. Тогда я теперь понимаю, почему их песня называется «Правильная девочка». Итак, друзья, слова и музыка Марии Краймбери. «Правильная девочка». На сцене группа M-Band. Серёж, скажи мне, пожалуйста, а ты знал, что в прошлом году певица Нюша тайно вышла замуж на Мальдивах? Ну, я уже в курсе сейчас, об этом рассказала всем, но я понимаю, почему тайна от всех. Потому что всех гостей везти на Мальдивы – это крайне дорого. Слушай, а я думаю, что причина в другом. Она просто хотела уехать подальше, чтобы, так сказать, насладиться моментом. Потому что назойливые папарацци бы просто не дали ей это сделать. А так она сама сняла качественное свадебное видео и поделилась им с журналом, который, кстати, тоже выбрала сама. Слушай, хитрый ход. Сама создала повод, сама же на этом и заработала. Молодец, я считаю. Ты думаешь, она взяла за это деньги? Лайки. Лера, лайки. Сейчас всё измеряется в лайках. Мне кажется, лайков у неё и так предостаточно. Музыка и слова Нюши. Тебя любить. На сцене певица Нюша. Ты понимаешь, Серёж, что мы с тобой фактически как Дед Мороз и Снегурочка. Мы каждый Новый год приходим в дом к людям и дарим подарки. Ну, ты, конечно, Снегурочка, но я слишком молод для Деда Мороза. Ну, вообще, на самом деле, мы лучше с тобой, чем Дед Мороз и Снегурочка. Почему это? Ну, потому что они не существуют, а мы существуем, мы настоящие. Серёж, ну зря ты это сказал. Ты знаешь, многие были не в курсе. Что мы настоящие? Да? Или что они не настоящие? Дед Мороз и Снегурочка. Нет, ну ладно, хорошо. Сейчас те, кто расстроился, получат настоящий очередной подарок и снова повеселеют. Потому что наша следующая исполнительница, она тоже каждый год приходит в дома к людям. И не потому, что она Ёлка, а потому что она прекрасная певица и постоянная участница нашего фестиваля. Стихи и музыка Егора Солодовникова. Впусти музыку. На сцене певица Ёлка. Серёжа. Да. А у тебя есть ощущение зимы? Ощущение зимы? Ну, сложно сказать, если честно. Почему? Ты знаешь, у меня был в этом году большой тур, и я несколько раз перелетал из одного города в другой. Но и получалось так, что из одного времени года перелетал в другой из-за того, что у нас большая страна. И где-то до сих пор ждут зиму, а где-то с осени снеговиков лепят. Так что сложно сказать. Постоянно менялись климатические условия. Но мне кажется, что сейчас мы подарим всем зрителям от Калининграда до Владивостока ощущение зимы. Музыка Павла Семенцова. Стихи Михаила Гуцериева. Ранняя зима. На сцене балет Аллы Духовой Тодес и Александр Буйнов. Дорогие друзья, наш концерт завершён. Нам с вами придётся расстаться на год, чтобы накопить новых песен. Ну а нам осталось объявить для вас самую любимую песню нашего фестиваля. Слова Сергея Островова, музыка Аркадия Островского. Песня остаётся с человеком. С Новым Годом!